Сегодня день борьбы с диабетом. Неудивительно, что мы встречаемся именно с вами. Когда и для чего именно в вашей медсанчасти появилось отделение диабетической стопы? Вернемся маленько назад, было шумное дело, когда закрыли ГБ-2 и отделение диабетической стопы были переведены в девятую медсанчасть. Я думаю, несмотря на что пациентам данной категории сильно повезло, потому что мы быстро сориентировались, ездили в Питер, побывали у ведущего специалиста в этой области профессора Липина Джани Лидзе, посмотрели методики и принципиально другой подход к лечению данного заболевания. И так как у нас был ангиограф Сименс, мы освоили методику баллона пластики. Суть диабетической стопы, почему она поражается, это, как бы сказать простым языком, закупорка глубоких сосудов. И пока сосуд не открыть, то лечение малоэффективно. Оно все равно будет прогрессировать и в конечном счете приводит к ампутации конечностей. Это тяжелая вещь, ампутация выше колена, 50 процентов летальности и последствия вот такие ужасающие. И когда мы вот это все дело поглядели, мы начали делать. Делаем уже, ну, наверное, как перевели, мы через месяц-полтора начали уже делать. Медсанчасть вообще уникальная, мы за полтора года освоили шесть методик по ВМП, это высокая медицинская помощь, и это не только диабетическая стопа и баллонопластика, и на сердце, и на матке, и рак печени, и так далее. Ну, баллонопластика, о которой мы говорим, она дает тот эффект, когда человек уходит своими ногами с больницы. Безнадежный человек, он, как правило, двигается по городу, лечится в хирургических отделениях, постепенно это все прогрессирует, и когда ему уже выносят приговор, что ампутация на какой-то части конечности нижней произойдет, и попадая сюда и уходит, то, конечно, и для нас, это счастье для пациента, вы представляете. Но это уже развитие, да? То есть это финальное, так скажем, заболевание перед уже ампутацией? Да, это сахарный диабет, тяжелая болезнь, которая поражает практически все органы, падают защитные силы организма на фоне высокого сахара и так далее, и зрение, и все страдает. Но наиболее так вот видимый для пациента процесс – это диабетическая стопа, да, вот когда идет, образуются язвы, она тромбируется вся, и когда идет, впоследствии развивается гангрена, и уже как конечный этап – это ампутация конечности. Для того, чтобы внедрить эту технологию в медсанчасти, вы закупали какое-то дополнительное оборудование, проходили ли практику врачей? Мы приобрели, когда ангиограф, ну, в министерство нам его поставил, спасибо им за это. Мы, наверное, просто все, что он может делать, мы это дело поездили, поглядели, и суть вообще, что если хирург делает разрез и так далее, мы подходим к органу, к сосуду, где есть патология, через сосуд. Больной в контакте, мы можем это посмотреть, он лежит, разговаривает, ему вошли, и сосуд раскрывают, мы давим, представляете, 10, 11, 12 атмосфер идет давление на сосуд, какая ткань природой создана, и он открывается, и кровоток восстанавливается, и потом уже лечение начинает иметь позитивную, так сказать, тенденцию и приводит к успеху. Без этого невозможно избавиться от того процесса, который идет. Навременно какое-то притормозить можно, но в целом из лечения не будет. Насколько распространены сейчас такие операции, а сколько в этот год вы делаете? Ну, мы в неделю делаем 3, 4, 5. Потребность колоссальная. Как тогда раньше справлялись, когда не было этой технологией? Ну, посмотрите, 3-4 человека в неделю. Всем ампутировали ноги раньше? Ампутировали. Это очень серьезная патология, и она в конечном счете приводит к ампутации. А если, ну, обратиться, так скажем, к европейской медицине, то подобные операции там наверняка... Ну, мы отстаем, и в частности по сосудистой хирургии лет на 7-8. С чем это связано? Ну, наверное, оборудование, методики, технологии. Хотя наши хирурги все это сосудистые, на ходу все это делали. Ну, буквально мы побывали у Липина 2 дня, и в Джани Лидзе поглядели, изучили мировой опыт и начали делать. И сейчас это обыденное дело. Субтитры создавал DimaTorzok